Да уж, кому-то дети совсем не нужны, а кто-то отдает все ради их хорошего будущего. Максат, вот ты собрал своих детей в школу? Тогда готовься к тратам. Вот, к примеру, тетради, линейки, фломастеры и карандаши. Это лишь небольшие траты, на которые придется раскошелиться родителям. Ну и деньги уже, как правило, собирают на первом родительском собрании. В Восточном Казахстане решили заранее предупредить директоров и учителей, что делать этого нельзя. За месяц до начала учебного года всех руководителей учебных заведений собрали в одном месте и рассказали, при каких условиях они могут получать внебюджетные денежные средства. Поток жалоб на школьные и детсадовские поборы не иссякает, а количество уголовных дел против мздоимств растет, рассказали в НАЦБюро. Пресечь это можно лишь полным прекращением любых взносов и пожертвований в конвертах. Управление образования региона в ближайшее время издаст указ, запрещающий директорам школ и педагогам любые денежные отношения с родителями. Его разместят на самом видном месте в учебных заведениях. Там же можно будет увидеть реквизиты спонсорского счета, на который любой желающий может делать добровольные взносы. Впрочем, эти счета еще нужно открыть. Есть понятие добровольности. То есть если человек или родитель хочет добровольно оказать эту спонсорскую помощь, то это должно быть не так в конвертах или наличными средствами, а это должен быть прозрачный счет. В подавляющей большинстве школ таких счетов нет. Все передается так, наличными. Это все скрытые серые схемы. Продолжение следует...